МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня речь пойдет о самом молодом театре нашего города – музыкальном. В этом году он отметит свое 20-летие, что готовит в честь юбилея. Для зрителей, сотрудники театра рассказала директор Марина Кауркина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2024 году Рязанскому музыкальному театру исполняется 20 лет. Рязанский музыкальный театр – один из самых юных театров в России, по крайней мере, в Центральном федеральном округе. Но вместе с тем Рязанский музыкальный театр продолжает традиции оперного дома, который начал свою работу в XVIII, продолжил работу в XIX веке здесь, в Рязани, и был очень известен и популярен и востребован у зрителей не только Рязани, но и близлежащих округов и даже столицы. В этом сезоне театральном, посвященном 20-летию, наших зрителей ждут сюрпризы, премьеры. Мы стараемся увеличить количество показов наших спектаклей по многочисленным просьбам наших зрителей. И готовим новые концертные программы. Мы планируем осуществить гастрольный тур. Сейчас идут переговоры с Липецкой областью. Готовим патриотические программы. И сейчас, январь-февраль, также репертуарные афиши театра очень насыщены. В прошлом году состоялась премьера мюзикла «Три мушкетера», который очень полюбился нашим зрителям. Мы продолжим его показ и в этом году, и он в репертуаре января. Но еще в репертуаре января у нас несколько спектаклей. «Труфальдина из Бергама», «Призрак замка Кентервиль», «Здравствуйте, я ваша тетя». Это все очень известные названия. Музыку к этим произведениям сочиняют наши российские композиторы. Мюзиклы с большим успехом идут на всем пространстве России. И у нас в Рязани тоже. Поэтому январь и февраль – это вот эти полюбившиеся спектакли. Но кроме того, мы сейчас уже со следующей недели начинаем активную подготовку к премьере. Главной премьере этого года – это спектакль на музыку Кротова «Римские каникулы». Задумка о постановке этого спектакля возникла еще в 2020 году. И уже тогда театр начал готовиться к этому событию. Но в связи с тем, что произошли события, связанные с пандемией, эта идея была отложена, но не в долгий ящик. Поэтому сегодня уже с новыми силами, с новыми идеями, с новой постановочной группой мы активно начинаем заниматься подготовкой к этой премьере. Премьера этого спектакля состоится 7, 8, 9 и 10 марта, как раз в период проведения женского праздника. Поэтому мы всех приглашаем и ожидаем, что это будет совершенно новое культурное событие и для театра, и для Рязани. Кроме того, в этом году Рязань вместе со всей Россией отметят юбилей Пушкина, и музыкальный театр также не останется в стороне. Мы планируем в мае осуществить постановку нового мюзикла на музыку Брейдбурга «Дубровский». Сейчас также идет подготовка, читки этого спектакля, подбора артистов на роли. Мы обсуждаем художественную постановочную часть и активно готовимся к этому проекту. Двадцатилетию нашего театра мы посвятили совершенно новый проект. Называется он «Театр без грима». Это творческие встречи с нашими ведущими мастерами сцены, дирижерами, режиссерами и другими специалистами театра. Здесь они раскроются с новой стороны для нашего зрителя. Они расскажут о том, как они пришли в музыку, за что они любят театр, за что они любят свою профессию. Конечно, исполняют свои любимые произведения, а некоторые совершенно раскроют какие-то тайны свои профессиональные, возможно, расскажут о своих хобби и каких-то своих увлечениях. Вот уже первая такая творческая встреча пройдет в нашей театральной гостиной на втором этаже нашего театра. Встреча пройдет с артистом Валерием Вахромеевым. И состоится она уже 11 февраля. Мы приглашаем зрителей, количество мест ограничено, поэтому спешите приобретать билеты. Кстати, цикл творческих встреч мы сформируем в виде абонемента. Это каждый месяц, начиная с февраля, февраль, март, апрель, май, июнь. В воскресенье в 15.00 такие встречи будут проходить в нашем театре с нашими ведущими мастерами сцены. Поэтому можно приобрести не только билет на отдельный спектакль, но и приобрести весь цикл с определенной скидкой, и тогда будет возможность познакомиться с нашими звездами. Воочию, близко задать вопросы и поучаствовать в этой интерактивной встрече. Музыкальный театр сотрудничает и с другими государственными учреждениями культуры. Вот один из таких примеров – это мы являемся соучредителями вместе с Рязанским музыкальным колледжем и готовимся к проведению финала конкурса вокалистов имени братьев Пироговых. В нем примет участие наш симфонический оркестр под руководством Сергея Киса. Сейчас он готовит академическую программу, в которой прозвучат произведения Римского Корсакова, Глинки, зарубежных композиторов. И мы примем участие в третьем туре и будем аккомпанировать победителями этого конкурса на гала-концерте. Кроме того, эта классическая программа прозвучит и с участием наших солистов. Мы запланировали ее на 28 апреля, и она будет называться «Шедевры оперной музыки». Еще один проект, на котором я бы хотела остановиться, это проект, посвященный нашему великому Дню Победы. Здесь мы занимаемся подготовкой большой театрализованной программы, посвященной именно этому празднику и тем событиям, которые сегодня происходят в стране. Постараемся сделать ее яркой, интересной, высокопатриотичной. Работаем над репертуаром, над интересным видеорядом. И прозвучат также сольные произведения в исполнении нашего симфонического оркестра. Очень интересный был опыт работы нашего театра в прошлые годы вместе с 26-й школой. Где обучаются слабовидящие дети. И совсем недавно прошел интересный спектакль, где дети принимали участие в этом спектакле и на нашей сцене выступали вместе с нашими профессиональными артистами. Мы продолжим эту работу с 26-й школой. Сегодня готовим проект вместе с фондом на грант, с тем, чтобы продолжить эту работу и поставить новый спектакль «Витька в тридевятом царстве». Это совершенно новый будет культурный продукт. Мы планируем сделать не менее пяти показов и провести мастер-классы для талантливых ребят из театральной студии 26-й школы с участием наших артистов. И итогом всего это станет вот этот детский спектакль, где мы вместе на нашей сцене и на других сценах выступим и подарим праздник нашим ребятам. Конечно, 20-летие театра не обойдется без обновления визуального стиля. И сегодня мы заключили соглашение с Рязанским университетом государственным имени Сергея Саныча Есенина. И в феврале к нам сюда на практику придет целый курс дизайнеров этого нашего вуза любимого. И ребята будут работать уже над ребрендингом нашего сайта, над созданием сувенирной продукции, логотипа театра. Поэтому будет такая совместная работа наших специалистов по маркетингу и у будущих дизайнеров, будущих маркетологов, студентов Рязанского государственного университета. Надеемся, что уже к премьере в марте у нашего учреждения, нашего театра появится новый сайт, новый логотип и новые сувенирные продукции.